Всем привет! Сегодня приготовим зефирное эскимо, покрытое шоколадом. Готовить зефир буду из груш. Нам понадобится примерно 2 груши, очищаем их от кожуры и от сердцевир. Нарезаем грушу на небольшие кусочки и берем немного с запасом. Нам нужно по рецепту 125 грамм, я беру 160 грамм свежей груши. Грушу ставим в микроволновку на 2-3 минуты, она должна стать очень мягкой. Появившийся сок сливаем и измельчаем грушу в пюре. Даже если пюре будет немного больше по весу, здесь ничего страшного. Яйца разделяем на белки и желтки, яичные белки я сразу отправляю в чашу миксера. Чаша миксера должна быть абсолютно чистая и сухая, иначе белки будут плохо взбиваться. Форму и необходимые инструменты для зефира нужно подготовить заранее, так как он схватывается очень быстро и у нас потом уже не будет времени. Силиконовую форму смазываем растительным маслом без запаха, тогда зефир будет очень хорошо выходить. У меня форма для мини эскимо, в высоту они около 7 сантиметров. Зефир будем готовить самым классным способом без уваривания. Он всегда очень быстро стабилизируется и получается плотный и упругий. Итак, в сотейник насыпаем сахар, агар-агар 900 крепости, грушевое пюре, как видите оно достаточно жидкое. По желанию можно добавить цедру апельсина или лимона и наливаем воду. Сотейник ставим на средний огонь, постоянно помешиваем и варим после закипания 3 минуты. Начинаем взбивать белки на небольшой скорости. Когда сироп закипел, переключаем скорость миксера на среднюю и понемногу начинаем всыпать сахар. Готовый сироп понемногу добавляем во взбитые белки. После того, как влили все пюре, продолжаем взбивать на высокой скорости примерно 1-2 минуты. Можно сюда добавить капельку пищевого красителя. Должна получиться очень густая и стойкая масса. Перекладываем в кондитерский мешок и сразу отсаживаем в форму. Вставляем палочки и выравниваем. Оставшийся зефир можно отсадить на пергамент. Шпатель тоже подготовьте сразу. Я пока его долго искала, масса уже слегка начала стабилизироваться. Заготовку оставляем примерно на 2-3 часа при комнатной температуре. Как видите, правильно приготовленный зефир очень хорошо отходит от формы. Для глазури буду использовать самый простой вариант. Это растопленный шоколад плюс растительное масло. Топим шоколад в микроволновке короткими импульсами и каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы шоколад не свернулся. Далее добавляем растительное масло без запаха и хорошо перемешиваем. Аккуратно достаем заготовки и затем будем окунать их в глазурь. Стакан для шоколада берите узкий и высокий, тогда расход будет меньше. Лишний шоколад очень хорошо стряхиваем. Для того, чтобы глазурь быстрее схватилась, можно поставить зефир в морозилку минут на 15, а затем уже покрывать шоколадом. Затем украшаем и ставим в холодильник, чтобы глазурь застыла. Если у вас эскимо были охлажденные, то украшать нужно сразу после того, как покрыли глазурью. Готовые эскимошки храним в холодильнике в закрытом контейнере. Вот таким зефир получается внутри. Чем еще мне нравится этот зефир? Тем, что он получается не приторно-сладкий. Друзья, на моем канале есть еще очень много интересных, вкусных и красивых рецептов, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok